Сколько приседаний за один раз вы можете сделать? Еще не делали? Тогда смотрите это видео и узнавайте, что будет, если каждый день приседать по 10 раз. Способность сделать как можно больше приседаний за один подход говорит о состоянии всей мышечной системы организма человека. Согласно некоторым исследованиям, приседания напрямую влияют на продолжительность жизни. Чем больше, тем лучше. Что произойдет с вами, если вы станете приседать каждый день по 10 раз? Вы станете более здоровым, чем раньше. Ваше сердце станет крепче, потому что приседания укрепляют сердечную мышцу, заставляя ее качать больше и активнее кровь и доставляя кислород. Клетки вашего организма будут получать больше питательных веществ благодаря активному кровообращению, что предотвращает кислородное голодание тканей. Приседания замедлят сокращение длины теломеров в хромосомах, что предотвратит сокращение продолжительности жизни по причине дефицита физической активности. Приседания прорабатывают мышцы спины и шеи, улучшая осанку и способствуя замедлению развития остеохондроза. Упражнение приседаний доставляет быстрее кислород в мозг, а это улучшит память и интеллектуальные способности. Для людей старшего возраста это является прекрасной профилактикой болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных со снижением когнитивных функций. Приседания запускают выработку гормона счастья и радости и снижают выработку гормонов стресса. Ускорение метаболизма способствует более быстрому выведению токсинов из организма. В перерывах между работой всего 10 приседаний помогут взбодриться и прояснить ум. Вы забудете о том, что такое варикозное расширение вен, если в качестве профилактических мер будете каждый день приседать хотя бы 10 раз. Улучшится лимфоток, прощает целлюлит, снижается нагрузка на суставы, улучшая их состояние благодаря сбалансированному распределению нагрузки даже на неработающие ранее суставы и мышцы. Вы станете красивее и стройнее. Приседания помогают сформировать красивый рельеф нижней части тела. Они не сжигают напрямую жир, как кардиотренировки, но на их выполнение организму требуются дополнительные калории. Благодаря этому происходит локальная потеря жировой ткани и замещение ее на мышечную. Приседая каждый день, вы способствуете выработке тестостерона и гормона роста. Эти гормоны участвуют в развитии новой мышечной массы во всем организме. С возрастом мы неизбежно теряем массу тела, а приседания помогают замедлить этот процесс. Во время приседаний работают все мышцы тела, рождаются новые мышечные волокна, на питание которых необходимо больше энергии. Таким образом происходит формирование мышечного корсета и замещение жировой ткани на мышечную. Лишний вес может и не сброситься на каком-то этапе занятий, но он станет качественно иным, сформированным не за счет жировой массы, а мышечной. Вы станете сильней, быстрее и выносливее. Если вы станете приседать с полной амплитудой, то проработаете все мышцы ног. Через некоторое время вы будете способны выдерживать большие нагрузки, не чувствуя при этом усталости. Это пригодится в любом возрасте, ведь все мы знаем, что с годами выносливость снижается, если ничего не предпринимать для ее поддержания. Вы станете более подвижны и скоординированы, что позволит вам легче выполнять другие упражнения. Вы будете более гибкими. Ваши мобильные тазобедренные суставы начнут формировать правильную осанку и красивую фигуру. Благодаря приседаниям вы сможете сохранить равновесие на долгие годы до глубокой старости за счет улучшения связи между мозгом и мышцами. Какие преимущества у приседаний? Присесть мы все умеем, и это действие нашему телу хорошо, знакомо и привычно. Несмотря на то, что это упражнение вовлекает в работу все наши мышцы, нам его выполнять легче, чем другие. Приседания универсальны для людей любого возраста и пола. Не нужно ходить в спортзал, чтобы поприседать. Достаточно встать, где бы вы не находились и присесть раз 10. А давайте сделаем это прямо сейчас. Существует множество техник приседаний для осуществления разных целей. Например, если хотите восстановить правильную осанку, приседайте с поднятыми руками, скрепленными в замок за головой. А если хотите развить гибкость, то приседайте с максимальной амплитудой максимально низко. Чтобы приседать не нужны деньги, согласитесь, это огромный плюс. Как видите, чтобы начать приседать много не надо. Достаточно одного вашего желания, результаты вы увидите уже через месяц занятий, после чего захотите приседать еще больше. Сколько раз и как долго вы приседаете? Если не приседаете еще, то что вам мешает это делать? Делитесь своим мнением и опытом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте класс нашему видео.